всем привет привет вот не успел приехать я уже потащила по магазинам на рынок сейчас вот едем сейчас на почту заплатим коммуналку центральной почта должна работать воскресенье давай завтра заплатим нет давай сегодня пока деньги на пряжу не растратила точно сейчас заплатим и поедем по магазинам уже там кое-что поскупить сам пойдешь заплатишь да нет пошли ты а че я пойду а че мы попрямся вдвоем давай давай да ну ладно нафиг на заплатить я пойду будем там вдвоем моя поговорю продавим отстегнусь пока что там вдвоем делать на этой почте все сейчас заплатит а у нас дождик пошел сегодня пасмурно на улице прохладно уже курточка все в пиджаках ходим ну 1 ноября уже да уже пора вот сейчас заплатит и поедем нужно съездить там по мелочевке освежители закончились воздуха у нас нужно купить может чай надо да вот конфеток подкупить масса сливочная общем скупиться все все по заканчивалось сейчас пока николаевич там оплачивает вроде бы дождик перестал сейчас я хочу выйти сквер сзади меня вот здесь вот у нас построили новый скверик здесь я памятник вечный огонь вот и здесь его реконструировали в этом году залито сейчас я выйду и вам покажу вот построили у нас аллея славы памятники все а бюсты все закрыли пленкой вот такая аллея славы и с той стороны такие же памятники и вечный огонь неизвестному солдату вот такой вот скверик так сейчас здесь стена памяти фамилии перечислены героев такой мемориальчик построили голубь мира там сейчас я приближу вот такая стрелочка ну и здесь здесь расходятся аллейки правда они уже засыпаны листиками сейчас вся листва падет все выметится уберется будет чистота и порядок ну все пойду я к машине сейчас уже должен николаевич выйти что-то долго на почте наверное очередь там вот она наша почта центральная сейчас я обойду у грязь не лезть чтобы все засыпано ступила настоящая осень вот первое ноября и прям резко похолодало и резко начали осыпаться листья а до этого все зеленое держалось все перехожу дорогу так все мы скупились друзья мои сейчас заехали на заправку юра заправиться и поедем домой я покажу вам что что же мы купили ну такого особенного ничего единственное что мы купили это внучатам столик заехали в светофор а там столики столик со стульчиком а малыши когда остаются у меня нету детского столика и сажать покушать надо внучка уже учить самого внучка то умеет а внучок за кухонным столом он не достает вот ну и внучечка приезжает лепить рисовать и бабушка постоянно мостит ей то на стульчике то на табуреточке то на пол она ложится чтобы рисовать и говорю давай дед купим столик чтобы у нас был детский столик со стульчиком и чтобы деткам было удобно рисовать там лепить играться кушать сейчас приедем я вам покажу такой неплохой столик и недорого 900 рублей всего стоит вот ну все сейчас заправляется все там заправился сейчас оплатит и поедем домой одноразовую дали пошел николаевич оплачивать заправку бензин а его не пускают без маски надо было уехать все время забываем за эти маски я не знаю как они уже надоели так летом расслабились да все лето без масок ну так мы все едем домой сейчас бабушку покормим а потом а потом дальше поедем кататься да в раздольную съездим к родителям надо съездить вот сегодня у меня не получится уже вязать пожалуйста приехал николаев все уже не довезать конечно нет говорит сяду буду вязать ты спать ляжешь сейчас я буду вязать да прям спать дождь пошел смотрите какой дождь вообще не не успевает даже двородники смахивать на улице прям в реке ой кошмар и сколько там температура была двадцать вот стало шестнадцать сразу похолодал орешка вот началась у нас уже настоящая осень мы все никак домой не доедем только одним родителям и теперь другим едем все никак не доедем до дома сейчас еще съездим проведаем ой моих родителей и тогда уже домой поедем девочки приехали к родителям смотрите какое красивое дерево я не знаю что это за дерево вот это краски осени вот это краски осени красота и смотри на фоне зеленого да вот это зеленое дерево это вообще обалдеть ага все проведали едем сейчас домой да дедушка все приехали мы наконец-таки домой прокатались целый день сегодня кучу дел переделали зато и позаплатили коммуналку и к родителям съездили к одним и ко вторым и наконец-таки приехали домой уже на улице темнеть начинает вот и еще по дороге заехали в магазин купили колбаски потому что дома нету ничего к чаю как бы вечерочкам захочется чайку попить или с утра позавтракать а нету ничего дома и мы сейчас заехали в магазинчик у нас тут элитные продукты и купили я вам сейчас покажу колбаски купили вот такой вот варенки называется русская мне нравится эта колбаса и палочку московской вот так же взяли мы сметанки у них своя продукция очень нравится нам вот ну и заехали масло взяли сливочного это мы его в светофоре взяли потом икру трески очень люблю я с хлебушком с чайком ее кушать так сейчас покажу что еще взяли а ну конфет трюфели и канди вот таких конфеток еще николаич себе взял ассорти я не люблю такие конфеты николаич любит разные что были так ну вот так еще мы значит были фикс прайсе сегодня купила освежители в дозатор заканчивается в общем запас взяла целых три флакончика пусть будет взяли батарейки тоже туда же в дозатор потому что садятся батарейки быстро николаич себе стильки купил в рабочие ботинки внучатам взяли шарики со шприцом надувать вот эти тоненькие приедут пусть играются 77 рублей всего тут их целая куча этих шариков будем надувать послезавтра у нас будет внучок в гостях дети работают а внучок будет у нас так ну и салфетки бумажные дальше николаич себе батончиков фруктовых набрал ну себе и малышне не знаем что это за батончики еще не пробовали такие в общем не знаю что а я набрала шоколадок вот бабаевский вдохновение и трюфельный шоколадки по 55 рублей все вот что мы еще купили купили чай ахмат это вот такой просто черный классический пакетированный и с бергамотом это в пятерочке была акция на чаи и мы в общем взяли себе таких две пачки пусть будет потому что сейчас зима впереди время чай пить постоянно чай-чай водичку вот бабушке мы купили газет так как она нас любит читать газеты московский комсомолец комсомольскую правду и аргументы и факты это любимые ее газеты берем и она их читает читает бабушка у нас без очков абсолютно я в очках уже сегодня ничего не вижу она без очков так что ж мы еще купили а еще я заезжала на рынок взяли редисочки пучок обожаю редиску особенно сейчас осенью когда уже за ней соскучился летом не покупали она такая вся пустая весной люблю редиску и осенью взяла пучок редиски на рынке 50 рублей ну и естественно сейчас я покажу не обошлось друзья мои без уточек опять николаевич у меня обожает уток вот такие большие хорошие уточки взяла я еще две штучки брошу в морозилочку как захочет я ему обязательно буду зажаривать или может быть до нового года долежат хотя вряд ли но они такие молоденькие это вот весной люди берут вот они вырастают они как раз очень вкусные молодые утки ну вот парочку я взяла ну вот это и все покупочки сейчас я покажу еще одну покупку которую мы купили для своих внучат сейчас я покажу разверну вот сюда сейчас я камеру вот так и вот она коробка вот не знаю видно нет набор детской мебели стол и стульчик это светофоре зашли а там такой наборчик я говорю николай давай купим внучатом вот внучечка приезжает посадить ее рисовать или лепить сажаешь а неудобно я начинаю ей мастить на табуреточку там досточку ложу она рисовать начинает в общем нету детского у нас столика а за большим кухонным ей неудобно еще маленькая вот и внучок также он еще не понимает там рисовать ну вот посадить его кушать приучать его самого потому что уже скоро он в садик через полгодика и надо ребенка научить кушать самого ложечкой вилочкой и буду вот сажать на стульчик столиком у них то дома есть у внучки есть столик и стул вот а у внучка такой еще столик они его сажают на детский который придвигается к столу ну и вот мы купили чтоб вот и у меня был было где зачем детям сидеть чтобы у них был свой стол сейчас я распакую коробку и покажу вот такой набор детской мебели столик такой классненький детский попался зелененький они запечатанные там не не посмотришь конечно хотелось бы другого может цвета беленький чтобы ну ладно подойдет пойдет и такой и вот такой стульчик детский вот как раз замечательно теперь и высота хорошая теперь будет внучечка сидеть и рисовать и здесь еще и азбука есть но еще до азбуки нам далеко подвину вот так вот еще покажу во вот такую красоту сегодня мы купили для внучат вот так прикольный такой стульчик стульчик пластмассовый а столик наверное я так думаю что ДВП или как называют этот деревянная панель вот и все мебель у детей есть теперь ну вот и на сегодня все день подошел к концу спасибо что вы были с нами пока пока до новых встреч то есть 4 5 5 6